Что ж теперь к другим итогам недели. Корреспонденты новостей ОТС, как обычно, подготовят для вас подборку самых интересных событий, для каждого из которых нашлась своя номинация. Смотрим. На этой неделе с рабочим визитом в Новосибирске побывал помощник президента Игорь Левитин. В Сибирском научно-исследовательском институте авиации Левитин ознакомился с тем, как идет процесс модернизации легендарного самолета Ан-2. На его базе будет создан легкий многоцелевой самолет для региональных воздушных линий. Всего за три года инвестору удалось возродить хозяйство в Доволенском селе Ирки. Сегодня предприятие уже занимает первое место в районе по производству молока. В этом году в хозяйстве намерено увеличить поголовье как минимум до 2000. Также в планах строительство нового телятника и зимней молочной площадки. Настоящее решето после капитального ремонта превратилась в крыша дома по улице Станиславского в Новосибирске. Исторический памятник в прямом смысле заливает, а виновного не могут найти до сих пор. По словам специалистов, после проведенного несколько лет назад ремонта металлические листы на крыше прибили к решетке обычными, а не кровельными гвоздями. Кроме того, стыки между листами не герметичны. По сути, ремонт нужно делать заново. Как старая управляющая компания дома умудрилась провести такие успешные работы, и кто за них будет отвечать, пока остается загадкой. На этой неделе новосибирские волонтеры вышли на улицы города, названные в честь Героев Отечества. Они хотели напомнить горожанам историю тех людей, в чью честь названы улицы. Ведь Покрышкин, Плохотный, Жилина, Богатков и Ватутин не просто названия, но и фамилии. К сожалению, массового интереса и понимания акция не встретила. Занятые Новосибирки с волонтерами общаться не спешили. Хотя даже основные пункты биографии Александра Покрышкина, как выясняется, знают очень немногие. К юбилею победы в регионе приведут в порядок заброшенные могилы участников войны и тружеников тыла. По оценке специалистов, сегодня в запущенном состоянии примерно 30% захоронений фронтовиков. Сейчас создается координационный штаб, куда войдут главы районов, специалисты социальных служб и волонтеры. Принять участие в акции приглашают всех желающих. У участников тотального диктанта в этом году будет возможность написать его онлайн, обещают авторы проекта. Трансляция пройдет на специальном сайте TotalDict.ru. Кроме того, только в Новосибирске диктант будет проводиться примерно на 30 площадках. Текст для диктанта в этом году предоставит Евгений Водолазкин. Это доктор филологических наук, писатель, специалист по древнерусской литературе. Диктант состоится 18 апреля. Как всегда, все добровольно и бесплатно. Все гениальное, как водится, просто. Интересный эксперимент затеяли новосибирские коммунальщики. В Октябрьском и Первомайском районах по трубам отопления побежала вода зеленого цвета. В нее добавили специальный безвредный краситель. Теперь обнаружить места протечек в подвалах жилых домов и на тепломагистралях будет гораздо проще. Зеленые пятна укажут путь к местам повреждений. В случае успеха опыта практика зеленой воды может распространиться на весь мегаполис. Многодетную мать-одиночку выселяют через суд на улицу власти одного из районов Новосибирска. Служебное жилье, комнату в общежитии женщина получила, когда устроилась дворником в ЖЭУ. Вскоре вакансию ликвидировали, общежитие передали на городской баланс. Сейчас семья ожидает визита судебных приставов, после которого она окажется просто на улице. Все просьбы женщины предоставить хотя бы какое-то жилье пока что остаются без ответа. Банальная история переросла в крупный скандал. На одной из городских автомойк выпивали два работника, поссорились и один из собутыльников побежал за подмогой. Подмогой оказался подполковник полиции, который устроил на автомойке практически дебош и, по словам сотрудников, угрожал им пистолетом. Сегодня полицейский уже уволен из внутренних органов, окончательное решение по этому делу примет Следственный комитет. Существенное многомиллионное финансирование в этом году получит ожоговый центр Новосибирской областной больницы. Сюда будет закуплено высокотехнологичное оборудование. Ожоговый центр действует уже 22 года. Лечение здесь дорогостоящее. На одного пациента расходуется до 100 тысяч рублей благодаря специальной госпрограмме. Медицинскую помощь здесь оказывают по 16 различным профилям. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова